ВЕРШИННЫЙ ГРЕБЕНЬ Пик Победы. Высота где-то 7,430. Как всегда, условия для взъемки самые благоприятные. Не видно ничего. Хотя буквально 10 минут назад было все отлично. Это седьмой день автономного восхождения на самый северный семитысячник планеты. Пик Победа. Спуск с вершины займет примерно четверо суток. 11 дней альпинисты Новосибирска и Барнаула играли в русскую рулетку на Большой горе. Русская рулетка – это их собственный образ. Рисков было бесчетное количество. Истощение моральное и физическое. Стихия, лавина, трещины, камнепады, погода, ветра и холод. Сейчас спортсмены уже могут трезво оценить все, что испытали. Гора очень серьезная из-за того, что очень большие масштабы, большая относительная высота и северное расположение, самый северный семитысячник, можно приравнять по погодным условиям и по ощущению именно высоты на организм к таким средним гималайским восьмитысячникам. Масштабы очень большие. Весь вершинный гребень от Победы Западной, Важепшавеллы, до Победы Главной находится на высоте выше семи тысяч. И быстро убежать с горы невозможно. И из-за этого очень много смертельных случаев именно на этом гребне. То есть мы когда спускались, видели по меньшей мере три-четыре тела. В среднем за сезон на пик Победы поднимаются три-пять человек. Пробуют совершить восхождение в разы больше. Каждый восьмой, увы, не возвращается с горы. Цифры не для того, чтобы напугать, а чтобы показать суровость условий, масштаб достижения. У нас пятый день работы на маршруте Журавлева на пик Победы. Вот идем под верхними ледовыми бровями, которые должны нас вывести на снежные поля предвершинные. За 11 дней на маршруте на четверых съели 14 килограммов продуктов. Пайка – 318 граммов в сутки на человека. Каждый похудел настолько, что одежда висела мешком. Еды на четверых у нас было 14 килограмм. И при этом, при всем, на спуске последние два дня мы почти ничего не ели. У нас не осталось ни чая, ни сахара. То есть мы пили сырую воду из снега топленную. И заедали колбасой, потому что это единственное, что мы взяли с запасом. То есть это у нас был такой стратегический запас. Ну ладно, с сырой водой новой колбасы не съешь. А поначалу даже лакомились, баловали себя изысками. Трапезничаем. У нас вот тут есть черешенка, селедочка в масле, сальцо с горчичкой, сыр, коньячок. Ну и там вот подравка, но это не слишком большой эксклюзив. Еще немного цифр. На старте у каждого вес рюкзака был примерно 22 килограмма. Снаряжение, обвязки, кошки, карабины надели на себя. Продукты, конечно же, съели. Но на плечах ножа легче не стало. Палатка обросла льдом, который не сбить. Спальники вымокли и потяжелели. Веревка задубела настолько, что не сгибалась. Веревка стала их колом, Саня стал махать руками. Саня махает руками, отдыхает. Хорошо. Кайфуем сегодня мы с тобой, кайфуем. С какими людьми приходится на гору лезть? Я не сказал, на Раджумару. Причем, на серьезную ведь гору лезем-то. В базовый лагерь под Победой спортсменов забрасывают на вертолете. Район отдаленный. С корабля на бал, с борта и сразу на маршрут, увы, не получится. Нужна акклиматизация, чтобы организм равнинного жителя привык к высоте, к разреженному воздуху и низкому давлению. Сибиряки, как и большинство альпинистов, ради акклиматизации перед Победой пошли на пик Хантенгри. Тоже семитысячник, но относительно более простой. У нас тут пошел снег, но мы успели поставить палатки. Передай привет семье. Семья, привет. Шесть выходов наверх на Хан сделали ребята. Занесли 700 метров веревки на маршрут. Провешили перила, чтобы остальные альпинисты могли страховаться. Несколько раз пытались альпинисты штурмовать вершину, но сибиряков снимали с маршрута или из-за непогоды, или ради спасательных операций. Вот такая у нас погода. Пошли на гору, не дошли. Все собрались, киргизы, казахи, русские, новосибирцы. Сейчас собираемся вниз. Не только живых, а слабших спортсменов пришлось спасать сибирякам, но и организовывать беспрецедентный спуск погибшего на глазах турецкого альпиниста. Обычно в горах человек оставляют там, где смерть настигла. Слишком уж тяжело на высоте транспортировать тела. Но в этот раз руководство лагеря скомандовало спустить турка. Двое суток ушло на то, чтобы преодолеть с таким грузом полкилометра по высоте. И только после этой тяжелой операции сибиряки рискнули выйти на штурм Хантенгри. Погода вообще отличная, штиль. Ветер молчит. Скорее всего пойдем мы на гору сегодня. Как бы там на базе не говорили, да? Ну если только-только все. Главная задача провешать перила. После третьего высотного лагеря начинается техническая часть маршрута на Хантенгри. Уже не просто пеший подъем, а лазание по заснеженным скалам. Страховка с помощью тех веревок, которые сами же и провешали в предыдущие выходы. Слишком часто беда стучится в двери. Но не трудно спасателей поверить. Лишь стоит только их позвать. Друзей не надо долго ждать. Чип-чип-чип-чип и Дэйл. К нам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дэйл лучше всех. С погодой откровенно повезло. Мороз и солнцем. День чудесный. Еще все в голосе. Еще никто не заболел. И даже спасательные операции не вымотали. После стольких попыток и, наконец, вершина. Практически вершина Хантенгри. Вот чуть-чуть. Главное не залезть на гору, а спуститься. Аксиому в альпинизме. Главное спуститься. Не расслабиться раньше времени. Именно это и произошло с девушками, которые вышли на штурм позднее. По дороге вниз иссякли силы. И сибирякам пришлось сопровождать альпинисток. А потом ютиться по семь человек в палатке в четвертом лагере. Благо в лагере три, в пещерах тесно не бывает. В этом году откопали двухэтажные хоромы. Вот мы у входа в пещеру. Ход то ли его засыпало, то ли он был вырыт немного неправильно. Не должно быть такого этого сифона, чтобы не скапливался углекислый газ угарный. Надо, чтобы ход был ниже. Вот. Теперь надо посмотреть, что там они наделали. Я-то сюда как помещусь с камерой-то? Я-то думал вправо. Сейчас посмотрим. Это Ерохинская пещера, но, видимо, вход у нее был ниже, чем вход, то, что они сейчас откопали. Здесь раньше была лежанка и, ну, повыше было. Это вот такая вышина и все, да? Да. Ну, здесь, в принципе, можно жить. Бегом вниз отдыхать и снова везение. Самое опасное место, так называемую бутылку, где камнепады обычное дело, где ни спрятаться, ни скрыться от ледовых обломков величиной с дом, проскочили без проблем. Хотя до сибиряков и после случились два мощнейших обвала. База Сибири. Прием, Игорь. У нас все хорошо, выпрыгнули из бутылки, сидим под вторым лагерем. Молодцы, молодцы, мужики, работайте по плану давайте. Конечно, не идти вам. Глеб, Глеб до лагеря дошел. Нормально, доктор уже его осмотрел, все, уже клизму делаю. Прием. И вот теперь впереди только победа. Звучит пафосно, но в этом сезоне еще никто не взошел. Никого гора не пустила. Ребята выбрали не классический маршрут, самый простой, хотя в применении к этой вершине любой маршрут на пределе человеческих возможностей. Выбрали маршрут Журавлева. Его проходили за всю историю лишь трижды. Маршрут идет вот здесь. Северо-восточный контрафорс, ледовый. Вот здесь вот он поднимается, здесь вот на эту бровь. И вот под вот этими огромными ледовыми бровями выпрыгиваем на вершину. Лагеря устанавливали в трещинах под нависающими ледовыми стенами, чтобы укрывали от лавин, камни, падов и ветра. Каждый раз, чтобы поставить палатку, приходилось выкапывать площадку по 2-3 часа. Роем, Саня, вон. Целый один маленький катапиллер. Да, сестван мотор и дэкскаватель. Из четверых восходителей каждый поработал первым. Забойщиком. Одному человеку тропить весь маршрут невозможно. Быстро устаешь. В состоянии снега, когда мы выходили, нам сказали, что это идеальные сейчас погодные условия для этого маршрута, что мы пойдем и прям быстренько забежим. Ну, как казалось, погодные условия были действительно идеальные, но тем не менее не получилось такого, что мы взяли и пробежали. Иногда был такой фирм, что и кошка на нем следа не оставляет. А иногда снег был очень глубокий, там вплоть до погрудь. А иногда из-за того, что он был перемороженный уже на высоте, даже снег по пояс приходилось тропить очень долго. Саня у нас тропил где-то в районе 30-50 метров, тропил около часа. Потому что, ну, ни ступени сформировать, ничего, просто приходилось рыть траншею. За день проходили и по 2 километра, и по километру, и всего лишь по 500 метров. Рельеф и погодные условия преподнесли сюрпризы. Круто что-то сильно. Сильно круто. Пацаны, когда меня звали на маршрут, говорили, что здесь такого нет. Пик Победы отличается особой лавиноопасностью. Гигантские запасы снега на склонах – главная угроза для спортсменов. Вот такие лавины там страдили, рядом с нами. Слышно, как грохочет, но не всегда видно. То есть какая-то маленькая лавинка сходит, грохот такой, как будто рядом с тобой товарняк несется. Под конец дня мы уже даже перестали обращать внимание. Но все равно голову вверх подергиваешь, смотришь, не рядом ли это с тобой. Что-то противопоставить стихии может только команда. Работать на горе сообща – это традиция советского и русского альпинизма. В одиночку с такими масштабами крайне трудно справиться. Коллектив альпинистский на высоте – это равнопрочная конструкция. И все должны быть уставшими и бодрыми в одинаковой степени. Если кто-то изможден, а все остальные отдохнувшие, А все равно группа двигается со скоростью самого уставшего, самого медленного человека. То есть надо экономить свои силы, но и помнить о своем долге в команде. На подходе к вершине погода испортилась. Дальше кадры видеосъемки единичные. Чтобы достать камеру из чехла, надо остановиться. Значит, отстать от товарищей. Затем снять перчатки. Значит, обязательно замерзнут руки. Выбрать кадр. А ничего не видно. Налетело облако, потом подул ветер. Тебя сбивают с ног. Руки дрожат от напряжения. На секунду раздернулся, стало видно, пик Хантенгри прямо напротив нас. Кажется, что на той же высоте, хотя почти на полкилометра ниже. Вон туда нам предстоит двигаться дальше. Сначала чуть-чуть подняться, а потом спуститься. Вон там. Маленькое желтое пятнышко. Это наш базовый лагерь. Далеко-далеко. Сибиряки поднялись на пик победы. И не по классике. Эта новость облетела весь альпинистский мир 10 августа. Сообщения по радиосвязи, потом в интернете. Вершина пика победы. Выглядит примерно так. Спуск занял 4 дня и оказался куда более выматывающим, чем подъем. Сила на исходе, одежда и обувь мокрые. Для примера, на старте утренние сборы занимали час. На финише одевались, чтобы вылезти из палатки 4,5 часа. Конкретно именно у какого-то ужаса или страха не было. Был, наверное, страх перед неопределенностью. Потому что это для меня, да и для всех участников, это были новые условия. И ты не знаешь, как себя поведет организм. То есть, что он предоставит тебе с утра. Хватит ли сил спуститься или нет. В рассказе об этом восхождении не может быть никаких глаголов типа «покорили», «победили», «одержали вверх». Только «гора отпустила». Все четверо на маршруте заболели. Бронхит, ларингит, похудели. Но получили колоссальный опыт высотного альпинизма. Многодневного автономного восхождения. Махни ручкой. А? Хорошо. Смирское лето. Впереди заочный чемпионат страны, куда сибиряки подадут маршрут на пик победы. В команде неоднократные чемпионы России. Поэтому шансы на успех велики и сегодня. Ну а потом Киргизия, Непал, Пакистан. Большие горы есть по всему миру. И навек любого альпиниста хватит нехоженных путей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok